Дмитрий Коломис начинал свою хоккейную карьеру в Белгороде. Признается, в спорт попал поздно, в 11 лет. Но это не помешало ему достичь высоких результатов. После серии успешных матчей его пригласили в столицу. Здесь он стал играть за молодежную сборную России. Соревнование отмечу только, наверное, выступление за сборную молодежную. Это в 2000 году в Соклэйк-Сити было. Там первое место заняли с командой 83-го года рождения. О своих победах Дмитрий говорить не любит. Считает, что спортсмен должен упорно трудиться не ради личных наград, а для общих командных достижений. Такому же подходу учат и юных хоккеистов, которых стал тренировать после переезда в Одинцово. Нравится, в принципе, что видишь результат своей работы. Когда ты складываешь в детей, еще раз повторюсь, то, что ты хочешь от них видеть. И они это впитывают. И на играх воплощают жизнь. И очень приятно, что это происходит. Команда 2003 года рождения – неоднократный победитель и призер первенства области и Москвы. Ее тренер уверен, таких результатов удалось добиться благодаря дисциплине. Тренировки на льду перед школой и сразу после уроков. Утро хоккеистов начинается в зале ОФП, а потом уже они отрабатывают тактику и оттачивают технику на поле. Катание, дриблинг, введение поля, ну и броски. Сейчас Дмитрий Коломист тренирует команду 2011 года рождения. В прошлом сезоне в своей группе она заняла третье место на первенстве Московской области. Но победы не вскружили голову Одинцовским хоккеистам. В разгаре подготовка к новым играм. Екатерина Крамор, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.